Добрый день всем! Добрый день! 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 Виктория! Добрый день! Добрый день! Добрый день! страничке входа, да, с дэшборд. Прям вот два слова по поводу вот этой страницы. Здесь вы можете быть представлены как учитель и как ученик. То есть учительский саунд вам открывает с помощью Марии издательства Pearson. И у вас появляется на кнопочке, видите, на хайлайне, у вас появляются здесь ваши учительские курсы. А там, где learn, это если у вас есть необходимость подключить ученические аккаунты. Либо, друзья, на сайте PearsonLT.com, и мы с Марии договоримся, чтобы она выкладывала вот эти вот своевременные такие вот актуальные новости по появлению чего-то интересного для учеников на портале. Вот у меня, например, здесь открыты учительские, ученические материалы к курсу Focus. Да, то есть это не платный код, который я сюда зарегистрировала. Это просто ученический аккаунт. Я хочу показать, например, что входит в бесплатный ученический аккаунт. Поэтому я загружаю это, и вот я вижу, что есть аудио, есть ворд-лист. Это вот что касается вот этой кнопочки и входной страницы в Dashboard. Опять-таки, Classes – это группы, которые у вас созданы. И класс, ну, у нас два произношения Schedule, как американский вариант. У меня почему-то вот он. О, Schedule – это британский, да, расписание, расписание уроков. Это у нас кнопочка интеграции к Zoom. Итак, мы выходим сейчас на Dashboard. Вот так как мы заходим в аккаунт. И чтобы перейти в MyEnglish Lab, нам нужно выбрать курс и кликнуть на него. А кликнуть именно вот на той страничке курса, которая у нас, значит, предусмотрена с выходом в MyEnglish Lab. Вот мы возьмем фокус второе издание. И это ее слабость, поэтому будем работать именно с этого курса. Итак, наш интерфейс, да, наш интерфейс, пять основных кнопок. И сегодня вот сейчас Мария просит, чтобы мы начали с кнопочки Settings, кнопочка настройки. Почему с этой кнопки мы начинаем? Потому что именно в кнопочке Settings мы можем добавить, да, новый продукт для ученика и для учителя. Ну, для учителя это делает издательство, для ученика он делает самостоятельно. Мы можем создать новый курс. Курс, значит, продукт — это учебник, это скретч-код, который, либо это цифровой код, который получает покупатель, да, кода. А курс, он создается на базе продукта. И количество курсов на базе, например, фокуса Level 2 Second Edition может быть создано неограниченное количество, скажем честно. То есть пока, да, пока у нас варьируется где-то тысяча курсов, но это уже как бы из серии нереального, да. Итак, кнопочкой Create a new course мы создаем связь между учительским аккаунтом и ученическим аккаунтом. Эта связь осуществляется через уникальный ID курса. Мы создаем новый курс. Это все делается очень просто. Давайте создадим Focus Level 2 Second Edition. И продукт мы выбираем, соответственно, Focus 2 Second Edition. То есть, Виктория, предполагаемо, что у ученика уже должен быть приобретен доступ к этому продукту, чтобы мы его могли подключить, верно? И да, и нет. Для того, чтобы создать именно вот курс, нам не нужен подключенный продукт у ученика. Но для того, чтобы ученика подключить в этот курс, конечно, продукт нам нужен. То есть на самом деле мы можем создать курс заранее. То есть мы знаем, да, что ученик оплатил код, он скоро придет, будет подключен в его аккаунт. И до этого мы создаем вот такой вот уникальный курс. Главное, чтобы этот продукт был у нас в учительском аккаунте. То есть без продукта в учительском аккаунте курс не создается. Курс создается учителем на базе его учительского продукта. И вот такой вот уникальный ID мы получаем при создании курса. Мы можем напечатать для наших студентов, да, которые будут присоединяться потом к нашему курсу, созданному, вот такой summary. То есть когда дата создания курса, дата окончания курса, название курса, его уникальный номер и инструкция, как присоединиться к курсу. Очень удобно, да. Это вот все мы можем вывести на печать и раздать. Либо загрузить и отправить онлайн, если у нас онлайн уроки. Итак, мы нажимаем «Ок» и в нашем... Секундочку, перебью. А отправить онлайн мы можем также через программу уже или... Конечно, конечно. Да, только используя кнопочку «Месседжес». Да, конечно. Ну, удобство платформы Pearson English Portal и My English Lab, он состоит в том, что нам не нужно переключаться бесконечно везде, да, между какими-то мессенджерами, мы можем остаться здесь. И даже сейчас вот этот вот онлайн-мессенджер, как огромный лидер на самом деле в России, по меньшей мере точно, по онлайн-встречам, он тоже интегрирован, как мы уже сказали. Итак, вы отправляете, да, вы отправляете с помощью системы My English Lab вот этот вот загруженный курс ID, либо вы можете просто, да, вот он у меня на первой странице, «Copos Level 2, Second Edition», да, вот этот уникальный номер курса, «Copy-paste», вы можете отправиться, я не знаю, куда угодно, в WhatsApp веб, и мы видим, что пока у нас никого здесь нет. Как только вы отправите этот курс, номер курса ученику, он с кнопочки «Join a course», этот course ID вводят, нажимают кнопочку «Join», и тогда у вас нолик меняется на количество студентов, которые присоединились к курсу. Виктория, еще один вопрос появляется. Если, например, у меня на одном курсе пять студентов, но со всеми я занимаюсь в разное время, мне их есть смысл добавлять в один курс или на каждого создать свой? Если вы хотите выходить на онлайн-связь, да, потому что вот интеграция на портале кнопки Zoom, она предполагает выбор вот конкретного курса, да, и поэтому, если вы хотите заниматься через портал онлайн-уроками, то, конечно, вам имеет смысл создать разные курсы на разных учеников. Если у меня своя интеграция? Тогда вы можете включить отдельных индивидуальных учеников в один курс, и это тоже, от этого вы тоже выиграете, потому что у вас будет сравнительная база, да, как вообще происходит освоение материала, одного и того же материала разными учениками. То есть это тоже очень неплохо. Вот у меня, например, есть такой курс, да, тут девять абсолютно independent learners, и мне очень удобно следить, как кто, значит, работает с материалом, да, и иметь такую сравнительную базу. Вот, ну, конечно, идеально, если у вас группа, да, то есть один курс для одной группы, вы создаете, и вы, кстати, вот можете с интегрированным Zoom выходить сразу в группе, сразу видеть домашние задания, выполнение домашних заданий, и держать с ними связь всеми способами, на которые способен они шлеп. Вот, таким образом, первый шаг – это создание курса. Мы видим, да, что когда мы создаем курс, у нас есть кнопочка «Manage», и здесь у нас есть огромное количество функций, которые мы можем предложить, значит, в работе с этим курсом. Понятно, что мы можем управлять ресурсами, да, загружать сюда какие-нибудь до 100 мегабайт дополнительные материалы. Что хочу сказать про доп. материалы. Вы знаете, есть такие энтузиасты-преподаватели, которым это обязательно надо. Хотя, по правде говоря, сейчас такое количество дополнительной информации внутри каждого курса Pearson, то есть это extra activity, это extra homework, это photocopyables, далее там тесты, да, дополнительно тоже photocopyables, ну, соответственно, загружаемые, отправляемые, да, то есть photocopyables мы не обязательно мы печатаем, отдаем лично, мы можем загрузить. Что, конечно, вот эта вот функция «Manage Resources», она все менее-менее используется, потому что вот то обилие материала, который уже есть в курсу, его необходимы и достаточно. Однако у вас есть такая возможность, система очень гибкая, да, мы всегда это подчеркиваем как ее преимущество. Вот кнопочкой «Add Resource» мы сюда загружаем, и у нас появляются ресурсы, которые мы можем отправлять потом с помощью messages. Виктория, еще здесь вот заметку сделаю, что, в принципе, вот эти вот ресурсы также можно взять у Pearson с бесплатной библиотеки и Panel, например, по Special Days, и добавить их про Хэллоуин или про Нью-Езди и что-то еще. Отличная идея, прям супер идея, никогда мне в голову это, кстати, не приходило, хотя всегда очень нравились вот эти вот Project Worksheets, да, вот эти вот Holidays Worksheets. Великолепно, друзья, то есть вот, пожалуйста, да. Чтобы приобщать к культуре того языка, который мы изучаем. Возможности безграничны. Итак, дальше. Можно регулировать настройки курса. Можно его удалить, либо поменять его детали. Я сразу скажу, что это нужно будет вам, если вы курс продолжаете датой выше 29 октября 2021 года, то есть через год ровно, карета превращается в тыкву, и ваш курс пропадает из вашего меню. Вот из кнопочки Settings он у вас просто исчезает. Что вы делаете в этом случае? Вы берете и меняете кнопочку Current Courses, то есть текущие курсы, у которых, значит, Course Ends до сегодняшней даты, на All Courses. И вы видите, вот у вас такие серенькие появляются курсики, да, ну вот вы хотите, например, курс по четвертому фокусу, у вас там три ученика, немножко недозанимались, вы его хотите вернуть, да, вы уходите в Course Settings, вы делаете Change Course Details, и вместо 1 августа 2020 года вы ставите, например, 21 год, да, ну, например, 10 июня, и делаете OK. И тогда в Settings у вас, во-первых, появляется объявление об этом, мы видим этот, да, этот вот, так, четвертый, вот он. То есть получается, что мы сами устраиваем себе пролонгацию курса? Да. Либо мы можем изначально установить дату курса, если мы понимаем, да, что года нам не хватит, мы устанавливаем ее сразу дольше, либо если вдруг она у нас автоматически, автоматически курс создается на год. Если она у нас автоматически установилась на год, но нам нужно за пределами курса, ничего не потеряно, ваши ученики не потерялись, прогресс у них сохранился, просто нужно здесь воспользоваться кнопочкой Course Settings и поменять дату, но предварительно выбрав в меню настройки, в меню Settings All Courses, который вам покажет все ваши expired, не только те актуальные курсы, с которыми вы работаете. Это что касается вот кнопочки Manage, в Manage Resources, Course Settings, Grade Settings. Очень хотела бы тоже сказать, что есть возможность кастомизировать вашу оценку. Видите, система предлагает вот такие баллы, то есть A, the highest grade, дается 72%. Вот мне, например, не нравится. Я хочу, я знаю, что это у меня курс сильных учеников. Я хочу сделать 85, в принципе, 85 A, это как раз выше 85, это и есть A, да, в международной системе оценивания. B, ну, предположим, вот так, так, и вот так, да. Я могу выбрать цвета, не нравится мне гамма-светофора, да, хочу выбрать там, я не знаю, какие-то экзотические цвета, пожалуйста, и сохраняю свои изменения. И вот к курсу у меня сейчас оценивание более строгое, чем оно было автоматически. У нас опять, да, the new grade settings was saved, и мы видим, да, что вот у нас сейчас настройки курса совершенно другие. Возвращаемся опять в course management. К разным курсам сейчас сделаем разные вещи. Это вот что касается именно настроек курса. Ну, самая первая вкладка – это настройка студенческого доступа к курсу. И что мы здесь можем сделать? Посмотрите, мы можем удалить студента из курса, мы можем переместить его в другой курс. Ну, например, в прошлом году у нас назывался курс, например, «Фокус-2020». Да, мы захотим создать новый курс «Фокус-2021», но у нас остался еще контент по ученикам, по именно продукту, да, и мы перемещаем наших учеников в другой курс. И самое, наверное, вот сейчас животрепещущее – это «Registering your students». Когда мы регистрируем нового студента, у нас есть три способа, друзья, это сделать. Первый, самый простой – это когда студент регистрируется сам со вкладочки «Personal Portal», «Register», создает свой кабинет, вбивает туда код, либо код туда добавляется с помощью онлайн-магазина «Марии», либо мы это делаем сами. Как это происходит? Можете мне заметочку? Я прошу всех преподавателей, которые покупают коды для своих студентов, чтобы они указывали имейл студентов, чтобы не возникало дополнительных сложностей, и чтобы студент сам активировал этот код на своем компьютере. Иначе есть риск того, что код студента попадет в компьютер преподавателя, в его личный кабинет. Да, абсолютно верно. Поэтому обращайте на это внимание, пожалуйста. Но если уж проблема случилась, то ее преодолеть можно, преодолевается она в том, что нужно по возникшей ситуации. Спасибо вам, Мария, потому что это очень важно. Вообще общая такая рекомендация. Если вы только начинаете работать с онлайн-продуктом, вам, конечно, нужен кто-то, чтобы был на связи и помог в случае каких-то вот таких нестандартных ситуаций. Поэтому, конечно, в этом отношении я считаю, что сотрудничество с интернет-магазином «Марии» и с ней самой – это, конечно, для вас большое подспорье. Я, вот поверьте, очень много знаю случаев, когда преподаватели действительно видят все преимущества курса, но вот и такого преподавания онлайн, и blended learning, но не могут решиться на это, потому что нет опоры. Да, вот и что касается меня, я готова прийти на помощь, но вы должны понимать, что, например, в зону моего действия входит 14 регионов Приволжского федерального округа, миллионников. И, соответственно, представьте себе, сколько клиентов. Я просто физически не успеваю. И поэтому в этом отношении мы с Марией создаем вот все условия, чтобы как можно больше информации до начала работы с курсом было у преподавателя. И, конечно, вот этот объем информации, он, конечно, намного лучше как бы в деле, да, осваивается, но вам обязательно нужен человек, к которому вы обратитесь. Поэтому вот в данном случае у вас великолепный контакт. Итак, друзья, регистрируем студентов. Мы можем одного, либо нескольких зарегистрировать. Если мы регистрируем одного студента, нам нужно придумывать, вернее, указать латинице или кириллице его имя, фамилию, придумать ему логин или юзенейм, как здесь написано. Пароль генерируется. Мы можем его стереть и написать свое. Access Code Optional. Вы видите, мы можем его ввести, а можем его и не вводить. То есть при, например, интернет-продаже кода вы можете создать ученику аккаунт, указав обязательно его личный имейл. И этот имейл вот уже, чтобы все было действительно наверняка указать при покупке кода. И тогда две кнопочки вы здесь обязательно информируете. Submit. У вас создается кабинет, и Мария уже добавляет вам код непосредственно ученику. То есть либо он может сделать это сам, со вкладочки, либо вы можете это сделать самостоятельно. Тогда у вас сохраняется его юзенейм, его пароль, и у вас вот эта информация всегда будет за другой. Что касается Multiple Students. Здесь вы загружаете темплей. Он выглядит у вас Excel-таблицей. И заполняете его так же, как заполняли по Single Student. Что это? Имя, фамилия, email address, name. Он, кстати, генерирует. Вы создаете имя и фамилию. Он генерирует вам. Пассворд создаете. Аксесс-код можете делать, можете нет. Обязательно выбрать language и обязательно выбрать country. То есть красным подчеркнуты зоны обязательно для заполнения. Поэтому Аксесс-код вы можете добавить уже при покупке. Вот вы создаете группу из пяти человек. У вас есть уже все их адреса. У вас есть все данные, пароли, их логины. И уже все это отправляется Марии для того, чтобы она добавила им код доступа. Вернее, для того, чтобы она запросила письмо, в котором будет содержаться ссылочка, на определенные email addresses. Вот такие возможности. Как вам отрегулировать регистрацию своих студентов и присоединение их к курсу? Потому что, друзья, если у нас есть студенты из курса, а мы, видите, вот у нас выбран курс, и мы туда регистрируем сразу курс, созданный студентов, нам не надо делать дополнительных join-корс, потому что они уже создаются в курсе. А если мы регистрируем отдельно курс, отправляем вот такой вот файлик, да, вот он у нас, то это дополнительное действие, которое студент наш выполняет самостоятельно. То есть вот разница такая. Если мы регистрируем сами, то мы серьезно облегчаем жизнь нашим ученикам, регистрируя их, создавая им запись самостоятельно и сразу присоединяя к курсу. И исключаем их ошибки. Исключаем их ошибки, да. Но это не всегда удобно самому преподавателю, и все-таки если ученик там старше 13 лет, то вот в принципе ничего сложного зарегистрировать запись свою и ничего сложного нажать, вот когда будет уже такой же абсолютный аккаунт join a course и вбить туда copy-paste course ID, ничего сложного в этом нет. Может поменять все это с английского на русский, наверху вот эта вот кнопочка, третья справа, English, третья и на русский, на любой, собственно говоря, язык, на русском числе. То есть чтобы ученику было удобно, если даже он не знает английского на данный момент. Да, спасибо. Это очень важное замечание именно для ученического аккаунта, да, потому что для преподавателя это понятно, а вот для ученика это все очень важно. Присоединится к курсу, тогда будет кнопочка, да? Да. Вот так выглядит кнопочка settings, да, она дает много возможностей. И, наверное, последнее, что я хочу сказать, показать, да, это то, что внутри курса мы видим всех наших студентов. И вот такая странная кнопка, опять интерактивная, action, это сброс пароля. То есть в нашем списке вот эти вот маленькие латиницы строчными буквами, это наши username учеников, а вот здесь мы можем сбросить пароль. Поэтому если вдруг ученик потерял доступ к кабинету и доступ к почте, как правило, бывает так, что все забыл, мы можем восстановить его логин, вот, отправить ему логин и сбросить пароль. Вот такой временный пароль. Такой, понимаете, вот такой вот сложный. Давайте вот мы сейчас его скопируем. нам надо будет выйти сейчас из аккаунта. Сейчас мы зайдем в ученический аккаунт. Так, но вместо вот этого пароля мы наберем нашу Абрукадабру. Смотрите, мы сбросили пароль ученика, и вот здесь он нас просит задать уже такой пароль, который будет долговременный. Здесь уже мы его делаем. Ну, например, мы хотим Person 2022 создать вот такой пароль. Мы его выбираем и меняем. Вы можете также рекомендовать своим ученикам создавать пароли на основании их дней рождения, например, чтобы уже наверняка знать, что они не забудут, и не давать им большого выбора тоже очень удобно. Я опять захожу в свой аккаунт, свой дашборд. Мы сейчас сбросили с вами за одну минутку пароль ученика, который забыл его, забыл свой логин, забыл свой пароль, забыл доступ к почте, поэтому ничего не может восстановить. Пожалуйста, это не является оправданием. Мы это сделали за него. Так, следующим этапом, да, давайте мы сейчас немножко другой курс возьмем. Я думаю, что, Мария, кнопочка Settings у нас примерно показана. Я думаю, больше, чем примерно даже. Да, и теперь, Виктория, вопрос в том, как же задавать эти домашки. То есть зачем задавать домашки и как смотреть по ним всю аналитику? Мы разобрали в предыдущем семинаре, который можно также посмотреть на нашем канале YouTube, English for Purpose. Вот, а теперь же вопрос, как задавать эти домашки. Все верно, все верно. Итак, мы сейчас находимся с вами в другом курсе, это Go Getter. Причем, когда мы говорим My English Language, у нас подсвечивается активная клавиша. В данном случае она у нас правильно подсветилась в кнопочке «Курс». Извините, у меня... Итак, Settings мы разобрали, мы там создаем курс, мы там добавляем продукт. Кстати, здесь тоже это можно сделать. Так вот, в быстром режиме. Мы регулируем настройки курса, можем сбросить пароли, можем продлить длительность курса. То есть все-все-все, что связано с нашими студентами и с нашим курсом, мы, значит, вот делаем в кнопочке «Settings». Ну, самая рабочая кнопка, конечно, у нас – это кнопочка «Course» и «Gradebook». Итак, в кнопочке «Курс» иногда у нас в учительском аккаунте есть и текст, и учебник, и всегда есть интерактивная рабочая тетрадь. Кроме этого, в кнопочке «Курс» мы видим дополнительные ресурсы. Ну, вот в курсе «Go Get» мы видим, посмотрите, ресурсы по тестам. Посмотрите, какое обилие тестов. Начинаю от «Placement», затем «Vocabulary», «Check», «Practice» каждому юниту, друзья. Вот он так загружается zip-архивом, сейчас я его открою. Виктория, мне кажется, эта кнопка недавно появилась, да, «Titches Resources», или я ошибаюсь, и я ей не уделяла должного внимания? Знаете, Мария, тут проблема-то в чем? Посмотрите, как она выглядит. Она выглядит вот таким образом, сейчас я покажу. Такая серенькая, маленькая, незаметненькая. Ну, она, конечно, подсвечена таким образом, чтобы показать разницу между аккаунтом ученика. То есть вот все, что здесь синим подсвечено, увидит и студент наш, а вот это только для нас. И вот здесь, там, просто незаметно, мы видим аудио к тестам, мы видим SLD-тест ресурсис, и вот этот вот огромный-огромный экстра инструмент по exam test, skill test, language test, vocabulary, writing, speaking. Посмотрите, то есть кроме, там, например, сейчас скажу, кроме каких-то вот end-of-the-year-test, mid-year-test, placement-test, еще огромное количество, сейчас я открою этот вот в загрузочках упаковку. Да, это вот тест, чтобы вам показать, да, что это такое, это только один, да, только одна вкладочка по тесту, и посмотрите, какое количество. Давайте откроем один, да, который вот здесь представлен. Посмотрите, в каком виде, vocabulary check, да, family tree, countries, nationalities, places. То есть это вот такое экстра-активити для mixed-stability groups. То есть в teaching resources мы видим как раз возможность вот достать этот прояль в кустах, дать тем детям, которые уже все сделали, что-то экстра, и это экстра, нам не надо откуда-то искать и подбирать. Я вчера разговаривала с преподавателем вуза, она мне говорит, мне просто готовиться, чтобы к уроку подобрать видео, к грамматическому уроку, например, подобрать видео, подобрать упражнения, что-то экстра, что есть у них в рабочем формате, мне нужно полдня. Ну, друзья мои, где у нас есть полдня, чтобы готовиться к одному уроку, даже если это урок на час-два. Вот, пожалуйста, да, language skills, все вот это огромный инструмент тестирования и дополнительного задания. И также photocopyable resources, видите, у нас каждому практически модулю урока есть PDF. Давайте опять-таки vocabulary посмотрим. Вот он, совершенно другой набор данных, да, вот он photocopyables, великолепный, вот по грамматике. Да, тоже это все не скучно, это вот даже оформление такое приятное, да, что приятно это отправить, либо спечатать, если у вас оффлайн урок. Это вкладочка курс, все это мы видим в вкладочке курса. И вернемся к нашему вопросу основному, как задавать домашние задания. Посмотрите, пожалуйста, у нас во вкладочке курс есть выбор. Есть вот такие вот учебники, в которых нет человечка. И здесь у нас просто информация о курсе. Что входит, например, в инфактивную рабочую тетрадь с первым модулем мы можем посмотреть, мы можем, значит, увидеть ответы и так далее, и так далее. Но если мы выбираем не продукт, вот это продукты наши, да, если мы выбираем созданный в настройках курс с человечка, то у нас появляется немножко другой интерфейс. У нас появляется такая пока неактивная вкладочка assign, назначить. Я хочу назначить, давайте, мы speaking language practice, да, вот. Это шесть заданий в данном формате у нас. Я хочу назначить студентам группы. Видите, если мы уже назначили эти домашки, у нас вот такое напоминание. То есть, it has been previously assigned to the student. Ну вот я хочу назначить тому, кому не назначено. Либо выбрать всех. Принудительно назначить Ивану еще один раз. Дальше я выбираю deadline. Я хочу выбрать субботу, да, до 7 часов вечера. Дальше настройки именно этого конкретного домашнего задания. То есть, activity attempts. Я выбираю три попытки. После двух попыток студенты видят ответ. Могу выбрать после третьей попытки. Но я хочу, чтобы третья попытка все-таки была success for, в любом случае. Поэтому назначаю, значит, вот, ответы после второй попытки. И могу установить тайминг на это задание. Ну, предположим, будет 90 минут. А зачем вообще устанавливать время, Виктория? Какие есть варианты? Значит, зачем устанавливать время, в принципе, да, зачем это может пригодиться? Это может пригодиться в группе для того, чтобы абсолютно исключить читинг. Да, то есть, потому что таймер, который тикает, он не дает возможности позвонить, спросить, какие у тебя варианты ответа, где-то там гуглить. Он будет направлен на работу с заданием. Причем за эти 90 минут надо сделать 6 задания, если у вас есть ошибки, да, 3 попытки для того, чтобы выйти на 100%. Можем не добавлять? Я никогда не добавляю, честно скажу, да, потому что это лишний стресс. С другой стороны, учат не бояться тестов потом. Да, то есть, опять-таки, вот эта вот гибкость курса, это вы будете в соответствии с своими задачами, да, определять, надо вам это или нет. И как только мы задали, у нас это домашнее задание появляется в кнопочке assignment. Видите, вот наши 6 speaking language practice tasks появились в нашем assignment. Я вижу, сколько студентов у меня по этому заданию работает, это одна девочка, пока она не сделала. Я вижу deadline, да, вот он, 31 октября, 7 часов вечера. Я вижу, когда я назначила, и могу посмотреть уже по готовым, по сделанным домашкам. Я могу посмотреть уже из вкладочки assignment, это не очень удобно, но, возможно, уже какой-то отчет. Вот, например. Я вижу, могу посмотреть прям с выходом на упражнение и вижу, что все у нас тут отличненько. Вот, таким образом, из вкладочки курс мы задаем домашние задания, более того, мы задаем их с нашими личными настройками, которые могут отличаться от студентов к студентам. И во вкладочке assignment мы сразу видим, что мы задали, а наши студенты видят, что им нужно делать. То есть в студенческом аккаунте вот эта кнопочка выглядит как open, то есть они нажимают open и делают это домашний задание. Еще раз напомню, что результаты, как смотреть результаты и как видит этот ученик, мы рассматривали в предыдущем видео, поэтому у вас есть возможность все это посмотреть на нашем YouTube-канале. Абсолютно верно. И я все-таки один просто, одно напоминание сделаю. То есть как только ваш ученик выполняет, и вы здесь уже видите отчет и видите сколько, удобнее посмотреть результаты из кнопочки gradebook. То есть здесь вы видите уже ваш весь курс, всех учеников, какие есть, и их прогресс. Вот у нас вкладочка assignments, да, и practice. Давайте вот возьмем, что мы задали из вкладочки assignments. То есть ученик делает из вкладочки assignments домашку, либо за пределами deadline он может обратиться во вкладочку курс и сделать из вкладки курс. То, что он нам захочет. Да, тут уже он может сделать то, что он не успел в домашке, либо что-то экстра. Вы в любом случае его любую, как бы вот, активность в этом курсе вы будете видеть через gradebook. Assignments – то, что вы задали, practice – то, что делает сам ученик. Виктория, а если вот дети маленькие, родители хотят видеть прогресс, или я строю свое занятие так, чтобы родители видели прогресс своих учеников, как отправить вот эти оценки, как их выгрузить? У нас есть выгрузка, предусмотрена выгрузка журнала успеваемости в три вида таблиц. Это в Google таблицы, в Excel и в Moodle, то есть самые такие популярные вещи. Вы можете выгрузить это, естественно, выгрузить по одному ученику, да, потому что, ну вот в данном случае в Excel, да, дает. Для того, чтобы просто не давать повода для разговоров, потому что вот бывает так, что, например, попадает журнал успеваемости, ну, например, подруги, родители дружат, и, предположим, вот если вы выгружаете все, весь gradebook, не по одному ученику, а по всем ученикам, то начинаются такие, а почему вот там вот моя подруга видит оценки моего сына, я бы не хотела. То есть поэтому вот совет такой, либо изначально спросить, будет ли это корректно выгрузить весь журнал, и тогда у родителей будет возможность сравнить оценки и вот performance, да, в группе учеников, либо это выгрузить по одному ученику, чтобы как правило и происходит. Также у нас есть так называемая диагностика, да, и в диагностике мы тоже можем видеть прогресс, и вот здесь мы можем сделать скриншот, да, и отправить, опять-таки, либо по всем ученикам, диагностику лучше делать по всем ученикам, либо просто сообщить, сколько времени потрачено ребенку на выполнение домашних заданий и на выполнение тестов, да, то есть в любом случае мы это можем сделать на каком-то ежемесячной основе, то есть каждый месяц отправлять задания, отправлять вот эти вот журналы, по тестам, да, какую-то информацию отправлять. Это все можно сделать. Это все можно сделать из вкладочки Грейтбук. Ну вот все, что мы делали из вкладочки Грейтбук в прошлый раз, это все доступно, опять-таки. И последняя кнопочка, это кнопочка Messages. Здесь у нас, естественно, Create a Message, да, вот мы можем выбрать, группу, например, вот, видите, у меня сразу все ученики, которые подключены к курсу, либо мы можем кого-то исключить и отправить только вот одно, одному ученику, вот у нас сразу послание князю, да, меняется, вот здесь вот этот вот список людей, которые получают. Здесь мы, естественно, напоминание о домашке, да, и, ну, например, High Priority. И дальше пишем. Дам что-нибудь. About your homework, да, и ставим там, вот так, а, и отправляем, да, например. Здесь у нас то, что мы отправляем, да, то, что нас уходит, и то, что мы получили от кого-то, да. Я не пользуюсь, честно сказать, Messages, хотя по большому счету иногда возникает такая потребность, если честно, особенно по тем, кто действительно забывал о книгах, вот, можно. Ну, вот, в принципе, и все, что можно сказать по этим главным пяти кнопкам. Резюмируя. В кнопке Settings мы создаем связанный курс, где соединяются наши аккаунты ученика и учителя. Далее мы можем делать с этим курсом все, что хотим. Прибавлять туда, добавлять туда студентов, удалять, переносить, менять настройки курса, сбрасывать пароли, кроме логинов. Логины мы не можем сбросить, пароли наших учеников. Далее из вкладочки «Курс» мы имеем доступ к дополнительным ресурсам. Мы имеем возможность, выбрав именно созданного курса, отправить домашние задания, назначить домашние задания. Ну и, естественно, заранее посмотреть, что там домашние. То есть весь контент у нас есть. У многих учебников из вкладочки «Курс», вот как у «Гоу Гета» есть еще выход на интерактивный учебник. Если вот, например, в «Фокусах» нет такой возможности, то такая возможность всегда будет у вас с «Person English Portal», со странички «Дэшборд». Вот в этой кнопочке и «Текст». То есть не пугайтесь, если ее нет. Далее во вкладочке «Assignments» мы контролируем заданные домашние задания. Мы можем выбрать здесь конкретный курс, ну, например, «Фокус». Да, и «Присент Активити» — это «Вновь». А, это «Second Edition», да, у нас выбрался. Да, конечно, потому что «Фокус 3» у меня есть «First Edition». Да, и тут у нас, конечно, вот наше заданное домашнее задание «Recently», она у нас отображается. И искать немножко полегче становится. Из вкладочки «Great Book» мы видим прогресс наших учеников, мы можем проанализировать отчеты распространенной ошибки, мы видим в сравнении успеваемость наших учеников, выбираем назначенные домашние задания, выбираем самостоятельную практику, выбираем тесты, и видим все их оценки. Также мы можем на определенные упражнения иметь доступ к анализу вообще ошибок, вообще вот что там было сделано, да, потому что мы такой кнопочки интерактивной не видим, если у нас групповая аналитика идет, да, ну такая вот сводная, то, развернув вот эту часть, мы уже увидим четко, хорошо все. О, вот интересненько стало, да. Вот мы видим, откуда тут 17%. А, вообще ничего непонятно, видимо, было. То есть я понимаю, что надо вернуться, да, к adjective describing terminology. Возможно, девочка мисс Чивиас так и не выручила, да, например. Но в любом случае я спрошу, в чем дело, в любом случае. И, наконец, из вкладочки messages мы можем общаться друг с другом, отправлять какие-то напоминания, и также отправлять что-то, что мы уже включили в дополнительные материалы. Вот как Мария сегодня предложила замечательно, это мы можем включить, например, course management, holiday worksheet, да. Вот сюда, manage resources, загрузив предварительно из e-panel. Вот наш e-panel, вот у нас teacher resource bank, и вот у нас, например, есть festival worksheets. И вот, нет, скоро у нас будет, что у нас будет? Halloween. Вот я хочу загрузить этот worksheet, нам именно нужен, да. One, two. Также здесь по уровням. Да, A, B, да, ну, предварительно надо посмотреть, загрузить, и можем отправить сразу вот сюда, и отправить это задать в качестве, в том числе, рассмотрения предварительно как flip, да, лессон перед уроком, то есть, что мы будем, какой у нас будет вот интересный урок по Halloween. Друзья, еще хотела бы обратить внимание на волшебную кнопку Help. Если вы нажимаете кнопочку Help, вы перенаправляетесь на отдельный веб-сайт. Здесь вы видите огромное количество ресурсов, в том числе и видеоресурсы, да, и using my English Lab по шагам. Здесь же есть как подключить кнопку Zoom тоже. Кстати, да, то есть все, что нам нужно, да, по большому счету, мы можем найти здесь. И вот огромную работу делают те люди, которые пользуются этой кнопочкой, но зато вот этот вот абсолютно полный пакет знаний о продукте вы здесь получите. Другое дело, что очень редко бывает время, да, у преподавателей на это, поэтому, опять-таки, Мария здесь все изучила и может вас быстро инфигировать, и в том числе по обращению на этот сайт, ну, например, using my English Lab, да, давайте мы его откроем. Посмотрите, да, вот они. Как пользоваться Great Book and Reports, да, как управлять студентами, как отправлять, значит, сообщения, как менять профиль, роль администратора, да, это вообще отдельная тема для беседы. То есть здесь, в принципе, все очень хорошо и доступно сказано, но, правда, исключительно английский язык, то есть, например, для студентов, которые не владеют пока языком, это нереально уже будет сделать. Мария, у нас осталась буквально тут минутка, да, до окончания нашей записи. Я думаю, что мы на сегодня нашу задачу выполнили, как вы считаете? Да, конечно, Виктория, спасибо большое, было все очень информативно, вот, поэтому призываю всех, кто хочет полностью использовать функционал my English Lab, просмотреть это видео и, может быть, даже какими-то частями, и частями начать принимать, применять это все на практике. Если какие-то конкретные вопросы, обращайтесь, обязательно помогу. Спасибо большое вам, Виктория. Всего доброго, до скорых встреч. Да, до скорых встреч. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова